привет дорогие друзья винограды с вами снова ваш питомник привитых саженцев винограда виноград одесса и я гайдай андрей вам хочу презентовать новое видео поэтому быстренько подведу тему уже сейчас многие из вас заканчивают процесс подготовки или закончили подготовку к укоренению черенков или же подготовили черенки к настольной прививке винограда как мы или же приготовили их на перепрививку разными способами будь то по черному способу или черным зеленая поздней весной в любом случае не торопитесь это делать дождитесь оптимальных условий той среды при которой виноград будет хорошо развиваться мы же на 95 процентов провели все подготовительные работы к сезону вся лоза для размножения находится у нас подвале и всю эту лозу без исключения я проверяю на пригодность к размножению и в этом видео я вам покажу каким способом я это делаю извините за такое вот качество видео освещение у меня немножко не хватило но тем не менее я думаю достаточно подробно раскрою эту тему для вас кстати кто из вас не успел заказать черенки на этот сезон не пропустите целый год сделайте это сейчас так как обычно мы их держим до 20 марта после чего все черенки нарезаются на одноглазковые почки и готовятся к прививке так вот для того чтобы самостоятельно сделать такой анализ для этого достаточно иметь малярный нож секатор линейку или штангель цирку также обычный карандаш для записи параметров и я последнее время использую обычную точилку для карандашей и как я использую смотрите в конце этого ролика вот смотрите передо мной лежит два черенка анюты и пучок атоса анюта с нашего маточника из открытого грунта срезана лоза была две недели назад и на днях пришла партия атоса из днепропетровской области заготовлены эти черенки я имею ввиду атос были еще в начале октября месяца и хранились у человека в погребе я не очень люблю октябрьскую заготовку черенков так как глаза не дождалась естественных морозов и есть риски что у нее могут проблемы вот сейчас мы это и проверим у меня также выработали свои правила осмотра и давайте я их вам представлю по порядку первое осмотрите лозу визуально подходит ли она вам по диаметру для вашего способа размножения при нашем способе размножения диаметр должен составлять от 7 до 11 миллиметров вот я вижу очень редкие лозы около 6 миллиметров черенки здесь по диаметру в принципе разные и меня это устраивает при таких диаметрах намного легче выбрать подходящий диаметр по двою следующее при визуальном осмотре это нельзя не заметить на лозе анюты есть небольшие пятна в данном случае необходимо их внимательно осмотреть смотрите левее это видно было место физического контакта черенка с элементами шпалерами будь то проволокой или столбиком а вот правее вот видите пятна атоидиума если есть такие пятна поверхностные то есть не проникли глубоко по ткань то ничего страшного мы еще эти черенки обрабатываем хорошим фунгицидом и проблем с таким черенком не будет теперь смотрите на черенки атоса здесь черенок чистый классный и проблем по визуальному осмотру у этого черенка нет пока меня все радует идем дальше берем удобный черенок в руку и делаем аккуратный продольный разрез начиная с верхней части конуса глазка прорезаем вниз не всегда получается с первого раза не пугайтесь пробуйте это не страшно имейте терпение продолжаем следующим срезом и так пока у вас не получится не знаю как передает это изображение камера но смысл этой процедуры я думаю вам понятен но я вижу что все три глазка внутри этой почки живые две по краям и одна центральная центральная всегда немножко больше боковых а в данном случае боковые лучше просматриваются и одна в центре вот видите тоже я проделываю с другой почкой теперь беру следующий черенок анюты и повторяю эту процедуру мне нужно иметь стопроцентную уверенность что партия этого сорта в хорошем состоянии для размножения ведь на кону чтобы понимали не маленькие деньги если я пропущу некачественный черенок производства тогда на выходе вся партия этого сорта будет простая трата денег поэтому беру если нужно следующий черенок и опять же делаю продольный срез и здесь тоже все прекрасно вот видите вам показываю на небольшом количестве образцов чтобы не затягивать это видео а вот в этом фрагменте я все-таки решил разыграть из нашего питомника саженец сорта аватара и пока идет произвольный выбор победителя я советую вам поучаствовать в схожем розыгрыше уже в следующем видео и возможно уже в том же следующем видео вы увидите свое имя ну что ж а в этом видео подарочек от меня получают пётр петров есть главное что вы подписаны обращайтесь нам посредством вайбера пишите говорите о себе и мы организуем вам отправочку удачи и так не теряем время чтобы вы не отошли от моего видео берем следующий сорт и секатором освобождаем пучок от оса от завяз визуально прекрасная набухшая почка вот смотрите убираю бывший усик что все было чистенько и удобно для работы и лезвием тоже самое проделываю здесь первая почка мне показалось недостаточно салатоватая надо проверять дальше смотрим смотрим следующее мне тоже оба реже об разрезаем следующими тоже не понравилось так возьму следующий черенок давайте посмотрим опа здесь будьте внимательны многие из вас здесь могут ошибиться и вот почему вы здесь видите такое салатовое пространство это называется подстилающий комбинальный слой его часто вы путаете с реальными почками наша же задача рассмотреть почки которые находятся над ним и я вижу что здесь только одна из трех почек вот левая вроде бы живая это не очень есть хорошо значит пока ничего не понятно надо делать еще разрезы так смотрим в этом глазки осмотрите все три глазка мертвые и картина становится более мрачной уже сейчас я мягко сказать немного напрягся и мне эта ситуация не нравится я не веду сатосом обычно если есть какие-то проблемы с глазками то очень часто это проявляется и на комбинальном слое черенка поэтому продолжаем дальше нашу диагностику следующий этап берем снова наше лезвие и легким движением ножа снимаем легко только кору черенка вот иногда я делаю глубокий срез это неправильно надо легче его делать напоминаю что в руках у меня сейчас черенок анюты и мое заключение что проблем с комбинальным слоем у этого черенка нет это вы можете наблюдать цвет нежно-салатовый такой переходящий в темный салат это значит что комбинальный слой качественный живой и в процессе прививки при срастании с другой частью куста или черенка проблем не должно быть вот а сейчас беру черенок атоса смотрим здесь что здесь первый же срез смотрите меня настораживает здесь нельзя не заметить темную подошву под корой но может быть я ошибаюсь надо продолжать что вы мне скажете дорогие друзья надо конечно вот этот мусор который образовывается убирать чтобы вы не путались и напрягались в том числе мои глаза продолжаю вот смотрите эти можно сказать темные или черные оттенки говорят о том что черенок был или подсушен во время хранения или подморожен в зимний период но я знаю что ребята которых я заказал этот черенок укрывают свой виноградник а из этого можно сделать вывод что они свою лозу подсушили при хранении или еще есть вариант что они раны и срезали не дав черенку вызреть осенью на все сто процентов и такой черенок опять же со стопроцентной вероятностью использовать для укоренения или для прививки не стоит а теперь давайте используем последний инструмент с нашего набора инструментов это точилка для карандашей смотрите берем подходящие под отверстия точилки черенок и как обычный карандаш затачиваем черенок и смотрим что у нас получилось вот смотрите на первом образце у нас на анюте прекрасно видно состояние комбинального слоя без качественного этого слоя нельзя выросить саженец так как отсюда образовываются у нас корни и срастается один сорт с другим теперь беру для этой же процедуры черенок атоса посмотрите что здесь пока затачиваю скажу что малярным ножом вам будет не просто с первого раза выдержать глубину среза а точилка позволяет четко проверить состояние тканей под корой и так заканчиваем смотрим четко и просматривается темная окантовка под корой образца анюты которые его для сомнения оставлю этот слой салатовый а образца атос темно-коричневый так что я могу сказать дальше что после практически 10 минутного осмотра я могу сделать следующий вывод что партия черенков атоса из непропетровской области заготовленной еще в октябре не пригодна к размножению и будет использована разве что для тычек под будущую посадку виноградника а анюта которую мы срезали с куста две недели назад с неукровного виноградника имеет отличное состояние для размножения и применять ее можно для последующих прививок ну что ж дорогие друзья чтобы избежать таких проблем недостаточно покупать черенки у проверенных продавцов вот эту лозу которая сейчас протестировал я приобрел у известных на просторах фейсбука виноградарей но как нормальный человек я не буду разглашать эту информацию по причине профессионального отношения к своим коллегам и считаю что все вопросы можно и нужно решать на дружелюбной и взаимно уважающей основе если у вас дорогие друзья есть замечание или пожелание пишите мне в комментариях под этим видео один из ваших комментариях мы выберем произвольно и сделаем вам подарок из нашего питомника на этом все всем удачи скоро увидимся до свидания